Давайте новая кошечка создадим. Итак, с чего начнем? Ну, во-первых, код помогает, не слышите, не рукается. Значит, вся мебель, которую вы делаете, она состоит из DSP. DSP это такой большой лист, который имеет одинаковую толщину, либо 16, либо 18 мм. Ну, когда вы создаете какое-то изделие, оно у вас должно быть, ну, к примеру, толщиной 16 мм. И какое-нибудь изделие, допустим, ну, если у нас это низ ящичка какого-то кухонного модуля, там 450 на 480 глубиной и 500 мм, например, шириной. В принципе, вот нормальная кухонная донышко. Давайте поднимем его на 100 мм. Это у нас будут здесь ножки. Далее, сделаем боковую стойку. То есть, казалось бы, можно взять и вот так вот его сюда подтащить. Давайте изменим немного черный цвет на более подходящий. Вот такой вот, чтобы заметно было. Вот, вы его вот так вот сюда подтащили. Помогает помощник код. Вот видите, первое, с чем вы сталкиваетесь, это выравнивание. Выравнивание этого листа по другому листу. В общем-то, занятие, ну, если вы руку не натренировали, то достаточно такое неудобное. Так, секунду. Вот, теперь смотрите. Теперь смотрите, вы хотите сделать так, чтобы эта высота была, но сколько вам нужно тогда 720 мм минус 16 мм днища. Итого получается 704 мм. Вот у вас высота боковой стойки. И вам нужно ее поднять. Вот теперь вы занимаетесь тем, что ее вот так вот поднимаете. Дальше. Здесь вам можно, конечно, instance сделать. Вот. И вот такая вот ситуация у вас получается. Теперь смотрите, вы хотите сделать, допустим, здесь какую-то полочку внутри. Опять же таки, что вам нужно? Ну, например, меньше на 32 мм. То есть, из 500 отнять 32, 468 мм. В данном случае у вас, в общем-то, все нормально стало, получилось. Казалось бы, в общем-то, ничего сложного нет. В основном, основная сложность, которая здесь появляется, это выстраивание объектов один относительно другого. Вот видите, получаются такие проваливания постоянные, не попадания. Это очень-то раздражает. Ну, по крайней мере, не знаю, как вас, меня точно. Вот. Вот такой вот, в общем-то, у вас модуль. Теперь вы, например, заказчик вас, вам говорит, что мне этот модуль, вот он у вас размер 500 на 480, 720 мм высотой. Он говорит, давайте его сделаем не 500, а у меня там в холодильнике влазит, давайте его сделаем 400 мм. Что вы делаете? Это вам нужно теперь каждое изделие брать и уменьшать там на 100 мм. Что, в общем-то, очень-то неудобно. Можно, конечно, думаете, ага, давайте я лучше закупирую и вот так вот возьму и отскейлю его. Вот. Теперь смотрите, вам нужно взять и попробовать его как-то вот так вот отмасштабировать. Допустим, вы отмасштабировали, но в размер 400 мм вам именно сложно попасть. Получается у вас там либо 400, либо сколько-то там еще. Да? Вам приходится это подгонять, что, в общем-то, неудобно. Кроме того, когда вы, ну, допустим, по запаре вот так вот сделали, 400 или там сколько-то миллиметров, здесь вы кликаете на свой объект, ну, допустим, вот эту детальку, и вы смотрите, что, ну, допустим, дно у вас 480 мм здесь написано, и вы думаете, вау, ну, как бы, когда переписываете изделие там в табличку себе, вы оставили старое значение 500 мм, хотя на самом деле она не 500, а не 400 с чем-то миллиметров. И донышко, оно у вас вроде бы должно быть 368 мм, тут он пишет 468 мм. То есть при использовании этих изделий, вы, ну, при экспорте деталировки, вы получаете, что у вас тут можете ошибиться чисто циферками, то есть важна внимательность именно в цифрах. Далее. Опять же, таки, когда вы просто масштабируете, то вы масштабируете не только вот эту деталь, но и масштабируете еще и вот эти детали. То есть раньше она у вас была 16 мм, но сейчас она у вас реально не 16, а 12 мм. То есть в итоге, если у вас вот это вот изделие 400 мм, и здесь у вас должно быть 368, то если даже здесь вы выпишете правильное значение 376, да, то вы должны понимать, что вот здесь вот надо, у вас будет не 368, там не 376 мм, а 368 должно быть, потому что правильно, то вот эти вот толщины оставить одинаковыми, ну, по 16 мм. И у вас получились меньше за счет того, что, и за счет того, что они оказались меньше, вот это значение вышло гораздо больше. То есть когда вы начнете собирать эту кухню, то у вас вот это вот изделие, оно будет вылазить, то есть оно вот так вот разобрется, как бочка, и придется его урезать. Давайте вернемся назад. Вариантом исправления, конечно, всего этого можно узнать, что это, если вы берете, указываете здесь сверху, редактируемый, назначаете модификатор Edit Poly, и здесь тогда отнимаете там 100 мм, минус 100 мм. Все получается окей, но в принципе тогда что у вас получается еще? А именно то, что ваши вот эти вот изделия, просто так вы, ну, отсюда не возьмете значения. Вам нужно брать их отсюда. Если вас это не парит, то окей, берите их и считайте. Ну, когда у вас количество значений, количество вот этих вот деталек очень-очень большое, то вам придется искать, либо писать самому скрипты, которые выводят эти изделия по размеру, ну, с выводом размеров в какой-то именно файлик. А это, в общем-то, очень много времени занимает именно такого обезьяньего труда, где вы берете там, переписываете эти изделия там и так далее, и так далее. Кроме того, вам еще желательно знать текстуру, ну, размер, как у вас деталька идет. То есть, например, деталька размером 704 на 480, и текстура идет вот так, то есть направление волокон, рисунка волокон, она идет вот такое. Макс может вам выдать это значение не как 704 на 480, а как 480 на 704, и в результате чего у вас на раскрове получится такая ситуация, что вот ваш лист ДСП, вот так вот идет направление рисунка, то есть, ну, как бы рисунок идет вот полок на дерево, на этом, на ламинате, вот так вот, да, и вместо того, чтобы нарисовать, вот вырезать это изделие вот таким образом, да, у вас оно будет вырезано вот таким вот образом, что, в общем-то, совершенно неправильно. У вас, если у вас это изделие, ну, это вот стоечка где-то там сбоку находится, и она у вас не видна, то есть она закрыта там с боков, то это там как бы фиг с ней. А если у вас это вот изделие, которое, ну, допустим, это дверка, да, вот такая вот, то понятное дело, что это будет, в общем-то, не очень хорошо, то есть везде у вас где-то вот идет рисунок вот так вот, да, там вот волокна нарисованы, а в какой-то рядом стоящем дверке волокна идут вот так вот, да, и это, в общем-то, очень плохо. Поэтому внимательность тут к цифрам и размерам, она очень важна. Раз, раз, один, один. Вот. И Max бы я вам мог бы посоветовать использовать только в таком случае, если вам нужны просто какие-то габариты. Например, вы сидите в салоне, и вам нужно быстренько нарисовать какую-то кухню, то есть у вас большой проход на роду, и ваша задача, главное, это взять с клиента деньги, и согласовать размеры, и вот таким образом вы, например, делаете, вот у вас низ, например, он должен быть, ну, условно, 3 метра, да, вот там 2, вот 2, 50 метров, да, давайте вот так сделаем. Передвинем на, ну, допустим, на 2 метра. Оп, там, ну, создаете, создаете общий какой-то размер. Так, то есть вы вот так вот берете, это у вас вы делаете цоколь 100 миллиметровый. Вот, вы вот так вот сделали, сюда там прицепили фасады, клиент посмотрел, согласовал, о, отлично, дальше вы все это дело берете, отдаете конструктору, и конструктор дальше продолжает работать с вашим изделием, то есть он расписывает, где какой модуль, какие габариты нужны, какие изделия куда относятся, делает карту сборки, там, например, карту раскроя, обрабатывает модули, ну, то есть если нужно какую-то трубу врезать, у вас труба газовая идет по стене, а это кухня, да, и вы хотите сделать так, чтобы кухня смотрелась цельно, то вам нужно, вы хотите, чтобы этот кусок трубы вот туда врезался куда-то, в какой-то модуль, верхний или нижний, вот, то конструктор уже смотрит, как лучше что сделать, чтобы закрыть эту трубу, вот, вот в этом случае, как бы, Max можно использовать. Также можно использовать, если вы сделали, например, вот такое вот, ну, изделие, да, если вы там осмотрели фасады, знаете, что у вас там модуль 400, 500, 600 миллиметров там шириной, и эти модули у вас уже заранее где-то посчитаны, то есть вы знаете, там, открываете, например, Excel-овскую табличку, и у вас есть модуль на 400 миллиметров, на нем там 3 или 4 ящичка, там, фасады там 140 миллиметров, там столько-то, и у вас расписано, что общее количество DSP, которое идет на этот модуль, равно столько-то квадратных метров, ну, полквадратного метра, сколько-то, сколько-то кромки у вас сюда пойдет, сколько-то пойдет, там, не знаю, ножек, ну, в общем, полная деталировка от того, чего нужно, и вы набрали такие модули, потом подбили сумму, сказали клиенту, и просто в итоге из Excel-а куда-то выписали деталировку всех изделий, которые вам нужны, и отдали на распиловку. Вот в этом случае тоже можно использовать Max. Вот, еще одно, какое-то такое коварное, вас может подостеречь, это мало того, что вы здесь можете где-то проторговать размеры, ну, рано или поздно это может случиться, также может случиться, ну, как я уже сказал, это попутайте длину и ширину изделия, также вы можете указать потом неправильно место кормления, то есть в данном случае кромка должна будет лежать у вас только по вот этой детали, да, а вот здесь вот у вас не может быть, и в результате того, что это изделие перевернется, то получится, что кормить вам нужно будет вот это вот изделие, ну, вот эту вот сторону, и когда вы его поставите, ну, сюда начнете крепить, да, вот эта вот сторона у вас останется без кромки, а кромка уйдет сюда, придется перекормить его, то есть отвезти куда-то в цех, там подождать, куда-то потеряется время, там какие-то деньги на этом, вот это, в общем-то, очень удобно. Теперь давайте посмотрим, как все, все то же самое просто делается в том же самом просто.